Здравствуйте, друзья! Я в походе в Ладожских Шхерах вместе с клубом археологическим. И у меня на заднем плане будет происходить всякое безумие. Меня, возможно, будут отвлекать. Но я хотел поговорить о важных вещах, которые как раз не вещи. Да, так получается, что часто мы говорим на канале о тех вещах, которые вещи. И обычно это смотрят значительно лучше. Но это не значит, что мы должны забывать о тех вещах, которые важны и которые не вещи. Сегодня я попробую сказать свое понимание таких вот вещей. Опять же, вещей. Своё понимание того, какие преимущества есть для того, чтобы ходить в поход. Так, ну, наверное, самое главное. Вот начну с самого главного. Походы и в прошлом веке, сейчас в определенной мере остаются территорией свободы. То есть весь мир потихонечку превращается в концлагерь. И, наверное, в туризме, в походах остается этой свободы больше, чем в других краях и местах. Хотя, конечно, здесь тоже есть свои ограничения новые. И я об этом часто говорю на канале. Но все же я очень надеюсь, что когда вокруг будет полная несвобода, здесь, наверное, что-то еще останется. Тут, кстати, лодки ходят по шхере. Прикольно. Вот, вторая вещь, которая важная. Когда ты общаешься с людьми в походе, ты видишь их такими, какие они есть. Без всего наносного. Без всего того, что называется понты. Всего того, что мы встречаем в городе. И вот здесь вся труха слезает. И ты видишь человека таким, какой он есть. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Ну, для примера, в любых сложных ситуациях кто-то помогает другому, а кто-то наоборот. Да, и сразу видно. Но я бы хотел назвать еще и третью вещь. Потому что кое-что вы узнаете и о себе самом. Вот. Есть вещи, которые я в себе не очень люблю. И я их четко вижу в походах. И, наверное, я их и увидел, и проанализировал именно тут. В городе иногда это может и не мешать. Можно сказать, что поход – это в определенном смысле самопознание. Ну, и еще одна забавная история. Я наблюдаю ее со стороны. Я руковожу молодежным объединением, которое ходит в походы, в путешествия. И это происходит уже на протяжении 30 лет. Ребята вырастают. И я вижу, как они находят себе половинок в походах. И мало того, что получается, что люди объединенные общими интересами. Но, наверное, здесь как раз ты не можешь жениться или выйти замуж за понты. Ты видишь как раз человека таким, какой он есть. И он нравится тебе или нет. Так что для складывания крепкой ячейки общества поход тоже подходит очень и очень хорошо. Вы, отправляясь в походы, постепенно получая какой-то опыт, одновременно вы становитесь увереннее в себе и получаете определенные скиллы, которые очень сложно, навыки, которые сложно получить в городе. Получаете определенную уверенность в себе, в своих силах, решительность, ответственность, готовность помочь. Эти вещи, они, в общем, формируются в походах. На мой взгляд, для этого здесь есть хорошая почва. Могут и не формироваться. Бывают походы в стиле взаимной ненависти. Я такое наблюдал. Но это очень редко и, как правило, не прокатывает надолго. Еще одно преимущество быть туристом. Вам надо тянуть физуху. Я в течение года, это единственный мотив, который меня заставляет встать с кровати и заниматься физическими нагрузками, получать физические нагрузки. Это как раз вот необходимость потом в походе эти способности применять. Наши навыки, полученные в походах, позволяют нам... Давайте-ка я свет переставлю, меня тут начинает светить. Навыки, полученные в походах, можно применять в сложных ситуациях, да и не в сложных ситуациях, в обычной жизни. Ну, например, клуб у нас весь проходил сейчас обучение первой помощи. Естественно, мы делали акцент на походе. Но мне кажется, что навыки не просто самостоятельной жизни, а как поведение в сложных ситуациях, они могут оказаться очень актуальными в сложных ситуациях, которые бывают не только в походах. Если вы турист, у вас дома всегда собранная походная аптечка, которую можно пользоваться в обычной жизни. И у вас всегда есть лекарства. У обычного человека часто нет нужных лекарств. А у вас все есть. Когда вы покупаете туристическую одежду, вы покупаете одежду для суровых условий. Если наступают суровые условия, например, в Питере осень, то вы можете использовать туристическую одежду и быть просто королем горы. Потому что если у вас есть хорошие мембранные ботинки, вот весь город ходит в мокрые сопливые, а у вас сухие ноги. Прикольно. Если вы турист, то у вас есть много полезных вещей, которые можно использовать просто в обычной жизни. У вас рубанули свет, вы включаете фонарик. У вас приехали гости, вы уложили их на коврики, завернули в спальные мешки. Все идет в дело, все идет в пользу. И даже есть палатка, которой можно дать детям поиграть в домик. Если вы турист, то у вас всегда есть десяток вариантов бюджетного, невероятно красивого отдыха. И вот, например, когда все сидели на локдауне, мы сначала сидели на локдауне клубом, потом собрались и решили, что локдаун на островах Воксы намного лучше, чем локдаун дома. И оказалось, что там ковид на нас не напал. Ну и закончить я хочу одним важным свойством, которое, мне кажется, новым поколениям вообще не свойственно. И единственное место, где они могут его найти, это поход, это умение преодолевать трудности. Вот вам трудно, но вам все равно надо это преодолеть. Большинство людей, молодежи, которую я вижу сейчас, она часто встречает трудности и сразу опускает руки. В туризме так не получится. Для того, чтобы закончить успешный поход, тебе нужно взять себя в руки и идти вперед. Или делать те вещи, которые трудно, но нужно. Друзья, это то, что мы собрали в чатике, то, что я обсудил с ребятами. Ну и если у вас есть какие-то варианты других преимуществ в жизни туриста, я с удовольствием прочитаю их в комментариях. Всем хороших походов и до встречи. А вот наши уже собрались, и все сидят, тащатся на Ладогу. Вот сейчас я вам покажу. Видите? У нас тут, видимо, начинается закат и ладожские шхеры. Сейчас... Вот у нас тут такая красота. И так вот. Продолжение следует...